Всем привет из солнечной Аризоны! Доброго всем дня! Буду сегодня вас защищать от коронавируса яркими цветами Аризоны. Сегодня у нас цвет жёлтый. Посмотрите, какое, во-первых, сегодня небо голубое, какая красота! Да, нет облаков, но зато нет этих химических трейлов, которые превращают наше небо в купол и закрывают нас от живительного сияния солнца. Когда небо чистое, как будто бы и воздух свежее, как будто бы и птицы поют громче, как будто бы и цветы пахнут слаще. Сегодня коронавирус, который хмурится вот уже на нас, на человечество в течение нескольких месяцев, мы будем его изгонять или заставлять улыбаться посредством ярких жёлтых красок. Я вам расскажу о некоторых растениях по ходу нашей прогулки, как они называются, откуда они, и всё, что я знаю, я вам передам. Я надеюсь, что сегодняшняя прогулка вместе со мной будет вам интересна. Ну, начали! Я хотела начинать уже снимать свою, продолжать тематику сегодняшнего дня. И как всегда, вот как всегда, что-то нарушает наши планы. Машина, которая чистит дороги, сегодня нарушитель моих планов. Начну свой рассказ сегодняшний с короткого introduction, то есть с короткого вступления. Поскольку это пустыня, поскольку пустыня подразумевает содержание влаги в минимальном количестве в почве, поэтому оригиналы, то есть в основном то, что в пустыне деревья в основном не произрастают, потому что деревья обычно они идут в рост и должны иметь очень, не то что разветвлённую, а очень длинные, уходящие глубоко в почву корни для того, чтобы достать воду и делать саплай для деревьев. Поэтому в основном растительный, так сказать, обитатель пустыни – это кусты, на английском называется shrubs, или ещё на английском называется bush – это куст, bushes – это кусты. В основном, значит, это кустарниковые травы, которые могут быть как более высокого роста и низкие, стелющиеся по земле. Сегодня мы начнём рассказ, пожалуй, вот с этого кустарника. Тот, кто смотрит мои видео, уже видел этот кустарник. Я его показывала несколько раз, очень близко, потому что мне очень-очень нравится сочетание вот этих цветочков, вот этих вот плодов, так называемый fruits на английском языке, которые очень-таки пушистые, пушистые шарики, и эти вощаные, как говорится, покрытые воском, маленькие зелёные листики. Называется вот этот кустарник creosote bush – creosote. Я старалась найти аналог, перевод на русский язык этого слова, но я его, к сожалению, не нашла. Может быть, он и существует, а скорее всего он существует, потому что я так думаю, что данный кустарник произрастает не только в Сонородизор, не только здесь, в пустыне, как это называется, Сонородизор, но, наверное, и в других пустынях. Так вот, чем примечателен этот кустарник? Тем, что во время дождей он источает такой очень специфический приятный запах, поскольку вот эти листики покрыты смолой, смолистым веществом, вот даже вы его видите, он блестит. То есть, ещё раз, он защищает растения от испарения воды, и в то же время способствует впитыванию воды во время дождей. Ну, ещё раз, когда часто проходят дожди, постепенно смола смывается, и вот это всё растение становится, так называемое, dormant, то есть спящим до того времени, пока снова не приходит сезон появления вот этих фруктов, так называемых пушистых шариков. И тогда снова листики, на листиках вырабатывается смола, они ею покрываются, и начинается новая жизнь. Что примечательно, что именно под этим растением, поскольку оно может выживать в очень даже сухом климате, то есть in extreme, в экстремальных сухих условиях, то шелтер под этим растением, то есть убежище, находят очень много различных животных, а также насекомых, таких как вот wood sticks, это палочковые такие насекомые, которых очень трудно распознать, когда они находятся на ветке дерева, то есть они имитируют формы веточки деревьев. А также здесь находят в своем убежище некоторые виды кузнечиков, некоторые виды клещей. То есть вот это растение очень важно для жизни пустыни. Поскольку это растение является нейтив, то есть оно принадлежит тому месту, где оно произрастает, оно не привезено ниоткуда, то нейтив американцы, то есть индейцы, они использовали смолу этого дерева, когда им нужно было починить их глиняную посуду или починить стрелы. Теперь мы перейдем к другому растению, которое называется brittle bush. Почему называется bush тоже, то есть кустарник? Ну, он и не трава, и не кустарник, поскольку его стебли, вот эти веточки, сейчас я отойду, вот эти веточки, они так называемые бури веточки, то есть они как деревянные веточки, то есть не скажешь, что это трава. У них на самом деле прям вот как деревянные, как побеги у дерева, как веточки дерева. Это тоже растение, которое принадлежит Sonora Desert, то есть это растение, принадлежащее данной местности, оно не завезено ниоткуда. Что характерно для этого прекрасного, красивого растения, источающего такой прекрасный аромат. Если вы видите, листики здесь, они не просто зеленые, они покрыты таким, как бы слегка белым налетом, такие круги. Так вот, когда в почве находится очень большое количество воды после дождей, то эти листики, они становятся такие lime green, то есть зеленые цвета lime. Вот можно вот здесь вот даже видеть немножко, очень-очень зеленые, вот они очень зеленые. Но когда почва становится, то есть влага из почвы начинает испаряться в течение жарких месяцев, они приобретают более белый цвет. Вот здесь еще не совсем белый, но будут они еще белее. То есть как будто они покрыты каким-то белым, он вот такой мягкий белым. Но это не воск, просто они такие, как ткань на ощупь. Очень интересно, что вот эти кустики, они так называемые пионеры, то есть первопроходцы. В тот момент и в тех местах, где почва испорчена или растения все были сожжены на каком-то участке, первое, что здесь в пустыне появляется и приходит как бы на помощь матушке-земле, это вот этот бриттл буш. То есть он может расти в абсолютно экстремальных, непригодных, казалось бы, для жизни местах. Поэтому его вот это же как бы нейборхуд, то есть здесь живут люди, естественно, его сюда перенесли как декоративное растение, декоративный кустарник. Но кто смотрит мои видео, когда я показываю их, когда хожу в горы, то там они растут совершенно в диком виде. Поэтому их сюда и сажают, потому что они неприхотливые. И кроме того, когда они первыми приходят на убитую почву, они дают укрытие, когда очень жарко, мелким насекомым и мелким животным. И в то же время, когда холодно, а такое иногда случается в пустыне, также они дают убежище. То есть насекомые и мелкие животные прячутся, и то есть они находят свой дом под этим растением. Как индейцы применяли вот это растение? То есть поскольку вот в этих веточках содержится вещество, так называемый гамм, ну это значит как жевательное какое-то вещество, то значит Native Americans жевали его и применяли его в тех случаях, когда у них истончалась эмаль на зубах. То есть это как бы они ее заклеивали вот эти полости в зубах. Стараюсь выключать, отключать свою камеру, потому что очень много машин проезжают. Потому что я нахожусь по краю дороги и шум от машин приходится выключать. Значит, продолжим. Местными индейцами применялось для оздоровления зубов, а также его использовали, чтобы был приятный аромат в жилищах, когда они сжигали вот это растение. То есть у него, вот я сейчас сижу возле него, аромат необычайный. Такой аромат, вот когда же изобретут телефоны, когда можно будет передать не только краски, но и запахи. об этом только можно мечтать. Ну, теперь переходим к третьему виду растений, которые я вам, или травы, которые я вам хочу представить, и которые называются Global Chamomile. То есть в переводе на русский язык это шарообразная ромашка. она не имеет лепестков, как обычная ромашка, но середина у нее, видите, как у ромашечки. Вот такая кругленькая. И запах у нее абсолютно такой же, как запах обыкновенной аптечной ромашки. Посмотрите, какие желтые цвета. Но несмотря на эту красоту, которую мы видим, на самом деле очень красиво. это растение таит в себе коварсно. Немножечко хочу представить, как представить вам, как этот цветок, эта трава появилась в Америке, а в частности в Аризоне. Она была сюда завезена из Южной Африки. В биологическом на языке биологов это называется, на английском языке называется introduced. Introduced это представленное, то есть искусственно занесенное в данную местность откуда-то из другого места, где это растение было native, то есть оно принадлежало той местности, в данном случае Южной Африки. Ну, чем же коварна эта травка? А тем, вот посмотрите, а тем, что она размножается очень быстрыми темпами. Я так думаю, что ее сюда высадили, потому что это очень красиво, потому что здесь место просторное для того, чтобы ей расти, но американские guidelines, то есть советуют жителям домов, у кого заводится такая, такой цветок, выдергивать их с корнем и уничтожать. Почему? Потому что оно является invasive, в то же самое время invasive. Invasive это значит агрессивно распространяющийся, это то есть занимающее место у других растений произрастающих и всегда которые произрастали в данной местности и употребляет все полезные вещества, использует воду, которая так необходима местным растениям. Вот поэтому считается, что эта трава не только introduced, то есть завезенная искусственно, но и также invasive, то есть агрессивного характера. Но я так думаю, что местные власти они это все регулируют вот здесь, то есть не допускают ее к домам, как видите, что она растет на склоне возле дороги, а там, где дальше дома, вот там вот камни, вот там какие-то высохшие низины, вот на той стороне уже этой ромашки нет. То есть здесь правильно подошли к использованию этой красивой, этого красивого цветка. Вот посмотрите, не я здесь одна. Я сколько здесь гуляю, никогда не видела, чтобы кто-то снимал видео. Вот я смотрю, девушка, она с профессиональным аппаратом и с профессиональной камерой снимает, что-то снимает. Вот. Ну вот, друзья, закончился мой сегодняшний рассказ о растениях пустыни, которые имеют желтые цветы. И хочу закончить тем, и хочу закончить тем, как бы сравнивая, но это мое мнение, как бы сравнивая жизнь растений с жизнью Homo sapiens, то есть человека разумного. Ведь все, что присущее жизни растений, то, что происходит, вот эти invasive, то есть занесенные растения, которые стараются, которые становятся агрессивными и начинают вытеснять все живое, которое раньше веками произрастало в этой местности, вот то же самое у меня такое сравнение. Но это чисто мои рассуждения, что все хорошо в меру, все хорошо в меру, все эти переселения, все эти смешивания. Я не против этого, но опять же, во всем должна быть мера. Иначе все introduced, то есть искусственно переселенное в какие-то места может стать invasive, то есть агрессивным и потеснить, и не просто потеснить, а уничтожить все, что раньше произрастало и населяло века это данное место. Но я хочу сказать, что это просто мое мнение. Я не претендую на то, чтобы кто-то его поддержал, но я бы не хотела, чтобы кто-то и обиделся на это. Просто глядя на жизнь растений, рассуждая логически, имея вот взгляд, логический взгляд на то, что происходит вокруг, не просто ой, это как красиво, а ой, это как хорошо. Мы должны всегда знать, что жизнь это борьба и что всяческое выживание имеет скрытые тайны, в которых надо разбираться. Всем желаю хорошего дня, очередного хорошего дня. Всем желаю здоровья. Пожалуйста, меньше думайте, об этом угрюмом, злобном, страшном коронавирусе. Смотрите всё, сколько прекрасного окружает нас. Выходите на улицу, я выхожу, но я стараюсь избегать людей, которые идут мне навстречу. И вы знаете, что люди тоже начали понимать, когда они приближаются, и я, и другие, кто приближается ко мне, мы стараемся или переходить на другую сторону, или отходить хотя бы на расстояние двух-трёх метров друг от друга, но в то же время встречаясь взглядами, улыбаться друг к другу. Итак, до новых встреч, всех вас обнимаю. Пока.